Как я оказалась на факультете? Я очень любила математику и биологию в школе. И когда я увидела название «Факультет в инженере в информатике», решила, что звучит так круто и обязательно надо поступать. Ну, это долго, на самом деле, довольно история. В этом, строго говоря, повинен наш декан, который как-то пришел к нам в школу, когда я был, по-моему, в 10-м классе и прочел нам лекцию. И после этой лекции я решил, что я должен, просто обязан поступить на ФГП, и вот поступлю. История долгая. Я где-то до середины 11-го класса, пожалуй, хотел поступать на Институт стран Азии и Африки. А потом я познакомился с Людмилой Андреевной Зиновкиной, и она мне рассказала про этот факультет, факультет Бережнирии и биоинформатики. Это был наверняка уже апрель, май месяц, вот, когда я узнал, что существует ФББ. То есть я как-то, видимо, узнал о его существовании позже, чем все остальные на него поступившие. Я планировала поступать на фундаментальную медицину и подала документы на биоинженеры просто так. И меня взяли. Изначально я думала пойти на медицинский, закинула документы в университет из Санкт-Петербурга, и потом мне нужно было выбрать пятый университет, и я подумала, почему бы не МГУ, почему бы нет факультета. Я решил поступать на биофак в 10-м классе. Но как-то к нам пришел студент факультета биоинженерии и биоинформатики и говорит, что вот у нас круче. И я поверил на слово. И твердо решил, что ФББ действительно круче. Вот. Решил поступать таким образом на ФББ. Я же пришла после Сунца, и, собственно, так как я была в хим-классе, у меня была прямая дорога на ФНМ. И тут на четвертом этаже какой-то другой факультет. Я думаю, какие клевые слова. Биоинженерия и биоинформатики. Мне понравилось. Решила, что я пойду именно на биоинженерию и биоинформатику. Ну, много чему факультет, конечно, дает очень много знаний, но помимо этого он учит и вообще о жизни, общению с людьми, пониманию людей, пониманию того, как работает вообще общество, как работает наука. Время от времени я для себя открывал что-то новое. Я научилась принимать ошибки и учиться на них. Факультет научил нас сбираться на любые горы, несмотря ни на какие преграды. Я научилась дружить. Факультет научил меня учиться. Подходить к задаче с разных сторон, во-первых. Я научилась взаимовыручки. Я многому научился, просто мне сложно выделить вот что-то вот одно, просто это настолько было комплексно, глобально, это расширило моё мышление. Уровень культурный в том числе обогатился в несколько раз, потому что пришла я, скажем так, довольно ограниченным человеком. Ухожу, как я верю, сама менее ограничена. Самую нелепую. Ту самую, да? Я прихожу, значит, на второй курс, первый раз в лабораторию. В лабораторию я попала в фотосинтетическую к Мамедову Маир Джафаровичу. И он говорит, Катя, мы будем выделять фотосистему 2. Я думаю, вау, что-то интересное. Он приносит мне листья шпината, раскладывает, говорит, вырезай жилки. А имена можно завернуть? В общем, май месяц, грозы идут, и нужно ехать Гельфанду сдавать зачёт, ехать на полянку. И я-то знал, что дожди, поэтому взял с собой сухую одежду, вышел из метро и смотрю, бац, настоящий ливень. Ну, я кое-как добежал до Гельфанда, но по пути основательно промок. Ну, дверь открывает Михаил Сергеевич, я ему объясняю проблему свою, что, смотрите, я совсем мокрый. Мне так нельзя сдавать экзамен, так что пустите меня куда-нибудь посушиться. И он меня сажает в комнату, я там раздеваюсь, переодеваюсь, надеваю всё сухое. Ну, бац, я забыл положить штаны в свой рюкзак, поэтому я весь в сухом уже, в периодетом, но без штанов. И тут Михаил Сергеевич заходит и спрашивает, готов ли я сдавать. И при этом он так совсем не покоробился, что в комнате полуголый парень стоит и сушит носки у него на радиаторе. И, пожалуй, это был единственный случай, когда я или кто-либо другой у нас на факультете когда-либо сдавал экзамен без штанов. Пожалуй, она была на одной из практик, когда мои друзья наконец узнали, что моя фамилия значит сын моря и решили вернуть меня в лоно родной стихии. Причём в буквальном смысле. И это было довольно забавно, но немножко страшно, потому что Белое море очень холодное и плавать я не умею. Но, слава богу, в них раз снова скупится разум и они одумались и не сделали этого. Но это было круто и смешно. Помнишь, как мы ходили в последний день в баню и прыгали с пирса? Я не прыгала. Ты не прыгал? Я помню, как мы прыгали. Ну, ты пока добежал из бани до пирса, ты уже завёз. А потом мы с девчонками долго стояли, такие боялись прыгать. И в итоге... Получилось так, что я прыгнула первая, вылезла последняя. И просто больше я не буду купаться в Белом море, это точно. Но самое неожиданное, пожалуй, это то, что я поступал на контракт. А сейчас я заканчиваю бюджет и более того с отличием. Когда я поступал, я думал, вокруг меня столько таких умных людей. Я наверняка вылечу, они все останутся, мне не сравниться с ними. А оказалось, что я вполне всё это могу. И то, что я совершил такой прорыв, и то, что я вышел на новый уровень, в этом, опять же, я благодарен факультету. Одно из очень приятных воспоминаний об учёле, это когда Максим Львович Лавать нам приготовил очень вкусную рыбу в конце практики на Беломорской биологической станции. И вкуснее рыбы я больше не ела в своей жизни. Ещё помню, как мы с Аллой переходили на Звенигородской биостанции реку вброд, потому что на противоположном берегу была кукуруза. Мы собрали кукурузы, очень много, и сварили в Лёшином котле кипятильником. Нагорлили всех этой кукурузы. Да, кукуруза была вкусная. Надо честно отвечать. Ааа, я бы хотел поучиться. Ещё, а что, весело учиться, весело. Я, конечно, люблю наш факультет, но я думаю, что достаточно. Нет. На самом деле я бы вернулась, но не на первый и второй курсы, а вот курс на четвёртый, когда уже пришло осознание, что это действительно интересно, увлекательно. Ну, я благодарен факультету, конечно же, за своё образование. На самом деле, факультет во многом сформировал меня таковым, как бы и сейчас. Наверное, за багаж знаний, с которым я ухожу. Некое воспитание, пожалуй. Я хотела бы от всей души поблагодарить наших преподавателей за их колоссальный труд, за то, что они вложили в нас столько сил. И это так здорово, когда ты приходишь на лекции, а лектор помнит, какую тему ты пропустил, какую тебе нужно ещё подучить. Спасибо всем нашим преподавателям, тем, кто организовывал наш учебный процесс, кто учил нас. Я очень рад, что меня учили такие люди и что я учился с такими людьми. Оставшуюся у меня веру в людей, за людей, которые окружали меня в течение шести лет. И вообще, за тёплую обстановку, которая нас преследовала все эти годы. Мне всегда нравилось быть просто в этих стенах окружения этих людей. Ну, это реально классный опыт. Мадина Хусеновна тоже во многих вопросах помогала и мне, и многим другим людям с нашего факультета. Не знаю, кто-то, может, этого не особо замечает. Не знаю, или не замечал, или не у всех возникали какие-то вопросы, с которыми нужна была помощь. Но, когда действительно какая-то сложная ситуация, которую обычными, не знаю, уставами не решить, Мадина Хусеновна всегда помогала. Вот у нас на факультете реализовано просто очень тесное взаимоотношение руководства и студентов. Пусть это будет всегда. Это уникально, по-моему, для нашего места, для нашего времени. Я факультету пожелал бы в первую очередь дальнейшей жизни и развития. Я понимаю, что у факультета есть потенциал к этому. И идти в ногу со временем, учить людей тому, что действительно актуально, что потом бы им пригодится, что пригодится всему научному мировому сообществу, не только научному. Но факультет, я думаю, что... Потому что факультет может делать больше в этом направлении. И я понимаю, что сейчас факультет очень старается. И у нас прекрасные преподаватели, прекрасные предметы, прекрасная программа. Но не нужно стоять на месте, нужно все улучшать, привлекать новую службу, новых преподавателей, создавать новые программы. И тогда факультет будет жить и просветать. И я, несомненно, желаю этого. Что бы я пожелала, не терять, наверное, таких прекрасных людей, которые преподают на нашем факультете на данный момент. Потому что, ну, я считаю, что это какой-то мегачеловечный факультет. Ну, серьезно. Это настолько... Это сбор прекрасных, всегда готовых помочь, поддержать, чему-то научить, лишний раз объяснить. То есть и каких-то отзывчивых, умных и добрых людей. А факультету я хотела бы пожелать, чтобы он процветал. Чтобы появлялись новые курсы интересные, чтобы новые преподаватели приходили. Вот. И я очень благодарна факультету за то, что он стал такой большой, теплой семьей, которую я очень люблю. И которую очень грустно покидать. Ну, все.